Меня зовут Владимир и я приветствую вас на своем канале Две Войны. Люди любят придумывать супергероев, благородных борцов со злом. Супергерои белой эмиграции, тогда о нем еще говорили сверхгерой или рыцарь. В 1927 году попал белорус Борис Коверда. До сих пор его многие считают русским рыцарем, одним из главных героев белогвардейцев нашей истории. Никого при этом не смущает то, что как таковым белогвардейцем Коверда никогда не был. На момент своего подвига в 1927 году, насколько я помню, он был 19-летним парнем, а на момент вообще в целом гражданской войны он был 10-12-летним пацаном. Этот факт забывается. Причем на просторах интернета я читал такое мнение, что его отец вообще там был белым офицером. На самом деле это не так. Его отец идеологически был эсером, даже в партии состоял, и он был простым учителем в школе в Вильнесе. Поэтому никакого прямого отношения к белому движению ни у Коверды, ни у его отца не было. Вот обложка одной из многих хвалебных брошюр про Бориса Коверду, которые регулярно издавались в эмигрантской среде десятилетиями. В чем же состоял в испеваемой белой эмиграции подвиг юного Бориса? В том, что 7 июня 1927 года юноша на ЖД-вокзале в Варшаве застрелил полномочного представителя СССР в Польше, 28-летнего Петра Войкова. После чего без попыток скрыться и без сопротивления сдался польской полиции. Это в 1927 году Петр Лазаревич Войков был дипломатом. В 1918 году он стал соучастником злодейского убийства царской семьи. Войков входил в состав военно-революционного комитета города Екатеринбурга, который формально и принял решение о расстреле последнего русского императора. В решении президиума Уралсовета, которое подписал Войков, говорилось только о расстреле Николая Второго, а о членах его семьи не было ни слова. А непосредственного участия в этом, ну, безусловно, чудовищном преступлении, потому что убийство царя, ладно царя, но всех его там слуг и детей, это чудовищное преступление. Так вот, непосредственного участия Войков не принимал. Но именно отношение к этому убийству и возвело коверду в ранг героев. Логика такая, получается, так как он убил одного из организаторов убийства, то он отомстил за нашего царя, получается, получается герой. В ходе суда, так и после него, никакого отношения прямого Войкова к расстрелу царской семьи доказано не было. В ходе судебного процесса, так и после него, никакого упоминания о роли Войкова в расстреле царской семьи не было. А что касается коверды, изначально ему дали наказание в виде пожизненных каторжных работ, да, такое странное наказание было, которое впоследствии заменили 15-летним сроком. И в 1937 году, отсидев только 10 лет из 15 положенных, по амнистии коверда выходит на свободу. Коляки квалифицировали действия коверды как личную инициативу преступника-одиночки. Так она на самом деле и была. Юноша заявлял следователям, что лично против Войкова он ничего не имел. Просто таким образом отомстил большевикам за то, что они сделали с Россией. Несмотря на то, что коверда был белорус из Литвы, он считал себя русским. Власти СССР квалифицировали случившееся как белоиммигрантский теракт. В отместку за убийство Войкова в СССР было казнено аж 20 бывших белогвардейцев, сидевших в тюрьмах. А самого Войкова с почестями похоронили у Кремлевской стены. В 1929 году сотрудник посольства СССР во Франции Григорий Беседовский растратил крупную сумму казенных средств. Чтобы избежать наказания, бежал с работы и остался жить в Европе. Французы предоставили ему политическое убежище. В миграции этот самый Беседовский стал писать статьи и мемуары. Ведь в Европе нужно как-то существовать на какие-то средства, а сотрудник посольства привык жить хорошо. И он пошел по классическому сценарию, который нужен был ему, чтобы расположить и белую миграцию, и европейцев. Для этого он стал поливать грязью своих бывших дружков-большевиков. Попал под эту раздачу и Петр Войков. Дипломат-невозвращенец сказал, что Войков в пьяном виде ему полностью выболтал все возможные нюансы расстрела царской семьи. Доходило до таких мельчайших подробностей, если верить Беседовскому, что Войков лично добивал штыком выживших. Потом там была какая-то жесть про то, что Войков срезал кольцо царицы вместе с пальцем. Ну, в общем, достаточно такие грязные и кровавые подробности расправы. Он якобы в пьяном виде ему разболтал. Но это такое, вызывает вопросики такое раскаяние. Ипотируя ужаса и почтеннейшую публику, Веседовский описал, как Войков топором и серной кислотой превращал тела в кашу, чтобы скрыть преступление. Это он и опубликовал свои книги на путях к Термидору. Я ее, признаюсь, не читал, но она есть на русском языке и в 90-е годы издавалась у нас, в России. Поэтому можете ее найти и почитать. Но лучше почитайте мою книгу «Холодная броня», там нет никаких домыслов. В отличие от Беседовского, я никогда не был во власти, и поэтому мне приходилось опираться на факты и мемуары, а не на всякого рода инсайды на пьяных застольях. Но вернемся к теме. Европейская публика, которую я видела в большевиках настоящих дьяволов, легко, в принципе, верила Беседовскому. Сами Белые, в принципе, могли понять, что он врет. Потому что уже в 1918 году была проведена экспертиза об убийстве царской семьи. И понятно было, что верить Беседовскому такое себе. Но, тем не менее, миф о том, что Коверда отомстил убийце царской семьи, он прочно закрепился в умах белой миграции. Учитывая то, что он еще и посидел за это в тюрьме, Коверда легко стал сверхгероем и мучеником за Россию. Для Коверды достаточным поводом для расправы с Войковым было то, что это был высокопоставленный большевик. Бывший учащийся гимназией русского общества Вильна, сын учителя эсера Коверда хлебнул горе эмигрантской жизни. Как и все близкие ему люди, и в этом он винил большевиков. Был и более серьезный мотив. На глазах у Бориса, когда он был мальчиком, большевики убили его двоюродного брата. Польские следователи охарактеризовали его как умного, мягкого и скромного юношу. Однако явно экзальтированного и нервно неуравновешенного. Он рассказал, что хотел получить в Варшаве полпредстве разрешения на объезд в СССР, чтобы там начать нелегальную борьбу с большевиками. Коверде вправе на въезд отказали, он узнал из газеты о Войкове о предстоящей вскоре поездке полпреда в Москву. Зная его в лицо, только по фотографии Коверда с револьвером поджидал и высматривал Войкова на вокзале 4 дня. Когда заметил, выпустил в него все находящиеся в револьвере 6 пуль. Две из них попали Войкову в грудь. Раненый большевик прислонился к вагону и выстрелил два раза в ответ, но промахнулся, после чего упал. Для эмигрантов убийца Войков стал национальным русским героем, сверхгероем. Его воспели в стихах Бальмант Павел Пенгануци и Мариана Колосова. И закорчился змей стоглавый. Видно, пули страшнее, чем слова. И под стены старой Варшавы покатилась одна голова. Нам еще отрубить осталось девяносто девять голов. Но нам ли страх и усталость? На подвиг каждый готов. И огнями горит золотыми путеводная наша звезда. Дорогое, любимое имя. Русский рыцарь Борис Коверда. Я выстрадал свое решение. Оно пришло, как скорбный плач. Простит Господь меня прегрешение. Казнен преступник и палач. Но если бы они знали, какой будет дальнейшая судьба русского рыцаря, скорее всего, они бы не спешили с такими эпитетами. Потому что после 22 июня 1941 года Борис Коверда, как и его отец Сафрон, пошли служить немцам. Курон Рудницкий утвердал, что Коверда является русским не только по происхождению, языку и вероисповеданию, но и по одушевляющей его экзальтированной, плохо понятой, но тем не менее глубокой любви к своей родине. После выхода на свободу, уже в ранге сверхгероя белой миграции, 29-летний Борис Коверда был приглашен в Югославию, где он в 1938 году сдал экстерном экзамен на аттестат зрелости при русском кадетском корпусе в Белой церкви, Сербия. После оккупации немцами Югославии Борис прервал свою жизнь при кадетском корпусе и вернулся в Варшаву. Вместе с отцом он поступил на службу к очень интересному человеку, бывшему белому офицеру Борису Алексеевичу Хольмстон-Смысловскому. В германской армии этот человек служил еще с тех времен, когда она была еще Рейхсвером, а не Вермахтом, с 1928 года, был кадровым офицером Аббера. С началом Второй мировой войны Хольмстон-Смысловскому пришло время действовать. Уже в июле 1941 года он сформировал на Восточном фронте русский учебный батальон, который постепенно разросся до особой дивизии эр Русланд, а потом и в Первую русскую национальную армию под командованием фон Оригинау. Это позывной Смысловского. Ее максимальная численность доходила почти до 10 тысяч человек, навербованных из бывших эмигрантов, советских военнопленных, перебежчиков из Красной армии, обиженных советской властью лиц с оккупированных территорий. Под эгидой этого своего формирования Смысловский основал 12 разведшкол, в которых на поток была поставлена подготовка кадров по шпионской диверсионной деятельности в тылу Красной армии по борьбе с партизанами. Одним из солдат русского учебного батальона стал и Борис Коверда. Он прошел подготовку по диверсионной разведывательной деятельности и работал агентом на оккупированных территориях, разведчиком штатском, осведомителем и провокатором. Помогал немцам устанавливать новый порядок и выявлять враждебных оккупационным властями лиц. Затем Коверда получил должность зондерфюрера, унтер-офицера Фельдфебеля при зондерштабе Р. Русланд Хольмстон-Смысловского. Второй отдел зондерштаба, в котором он служил, отвечал за контрразведывательную работу, выполняя функции службы собственной безопасности. Должность Коверда называлась «Сведомитель сектора второго отдела». В работе он использовал позывные «Сафонов, Сергеев, Василенко». От Коверда на базаре в Пскове, на фото осень 43-го года. Борис Коверда придерживался таких взглядов, что «Мне все равно, пусть в России будет монархия или республика, лишь бы не было там банды негодяев, от которой погибло столько русского народа. Для избавления от красных годится любая, в том числе и немецкая помощь». Тут надо сказать, что Смысловский никогда не сотрудничал с генералом Власовым, считал его больше фигурой картонной и идеологической. Но лично он встречался с ним три раза. Это его заставляли делать по заданию германского генштаба. Видимо, они были больше заинтересованы в их сотрудничестве. И вот важный такой момент. Разумеется, что высказывания о Смысловского, о союзном, самостоятельном российском государстве дошли до ушей немецкого командования, и что им не сильно таки понравилось. В декабре 1943 года дивизия Смысловского была расформирована, а сам он отправился в тюрьму. Однако при этом немцы лишились потока ценной разведывательной информации и убедились, что эти перебежчики не зря ели свой хлеб. Через полгода Холмстен Смысловский был полностью реабилитирован, награжден орденом Германского Орла и возвращен к прежней работе. 4 апреля 1945 года, уже в дни агонии Третьего Рейха, дивизия Смысловского получила наименование Первой русской национальной армии, а ее командир был произведен генерал-майора вермахта. 3 мая 1945 года Смысловский вывел остатки этой армии, а именно 462 человека, в нейтральный Лихтенштейн. Среди этих людей был и Борис Коверда. Несмотря на требования советских властей о выдаче коллаборационистов, правительство Лихтенштейна отказалось это сделать. Борис Коверда в этом списке интернированных с Лихтенштейном стоит под номером 372. Об этих событиях, кстати, снят художественный фильм «Ветер с востока». В июле 46-го Борис Коверда перебрался из Лихтенштейна во Францию. Также жил в Швейцарии и ФРГ. В 1952 году жена Коверды Нина Алексеевна и его дочь Наталья уехали из США и поселились в Нью-Йорке. А сам он получил право поселиться в Америке лишь только в 1956 году, ходатайству Толстовского фонда и по личному разрешению президента Изинхауэра. Согласно тем американским законам, он не имел права на проживание в США, поскольку ранее был судим за убийство. В США Борис Коверда работал в редакции Нью-Йоркской газеты «Россия», а после ее закрытия в «Новом русском слове». Это такая эмигрантская газета, которая издавалась до 2010 года. В 1976 году Коверда ушел на пенсию и переехал с семьей из Нью-Йорка в городок Адельфи, штат Мэриланд, где и прожил до конца своих дней 1987 года. Вот это фото. Был знаком с другим антисоветским классиком русской литературы Солженицыным. Упоминания, кстати, о встрече с Ковердо есть в Солженицынских очерках изгнания. Также они вместе ходили в церковь молиться. Кончался он 18 февраля 87 года, немного не дожив до своего 80-летия. Отпевания и пухороны состоялись 20 февраля в женском православном монастыре в Нануэйте, Нью-Йорк. Последний путь неудобного героя белой эмиграции провожало более 70 человек. Гроб был задрапирован российским триколором, что самое интересное, в изголовье усопшего также был выставлен флаг России. А вот цитата из некролога в эмигрантской прессе. 18 февраля 1987 года после тяжелой болезни скончался русский национальный герой Борис Сафронович Коверда. Какой итог можно подвести ко всей этой истории? Ближе к середине своего пути Коверду можно называть таким непримиримым врагом, антибольшевиком, врагом советской власти. Но, конечно, в ранг героев белая эмиграция его записала слишком рано. И тут на самом деле дело даже не в том, что он запятнал себя сотрудничеством с немцами. Дело в том, что чувства и мотивы, которые двигали Ковердой, они были несозидательны. Им двигала месть, а на чувстве мести никакого героического эпоса ты не построишь. Как вы считаете, можно ли назвать Бориса Коверду героем белого движения? Наряду с Корниловым, например. Своё мнение пишите в комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всё это очень поможет в его продвижении. Пока!